Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Разгар сезона выращивания томата и других овощей рождает, безусловно, большое количество вопросов относительно симптомов, которые иногда и пугают, и беспокоят наших зрителей и подписчиков. И в этом выпуске я еще раз в таком экспресс режиме поясню и прокомментирую те проблемы, которые могут появляться на взрослой рассаде, то есть той, которая либо уже предназначена для пересадки, либо вот недавно была пересажена в грунт и страдает. Давайте посмотрим, напомню, что все эти фотографии из нашей переписки и нашего общения на портале процветок.ком. Заходите туда, мы эти фотографии собираем, стараемся отвечать, в том числе в режиме видеоответов. Понеслось? Итак, первый набор фотографий. Томаты выращиваю на лоджии хлорозят нижние листочки, верхние не очень упруги. В чем может быть дело? Когда у нас нижние листочки желтеют, особенно у томатов, которые подвергаются закаливанию или недавно пересажены, это всегда признаки отмирания вот этого нижнего листочка. Он когда-то был одним из первых. Из него питательные вещества перетекают в другие листья, перетекают в верхушку накопленное питание, для того, чтобы обеспечить лучший рост и развитие при каких-то неблагоприятных условиях. Как правило, когда проблема начинается снизу, а не сверху, вот с нижних листьев, и вы точно знаете, что были какие-то изменения условий, беспокоиться об этом слишком сильно не надо. Дайте этому листочку полностью отмереть. Не стоит здесь делать какие-то особо дополнительные подкормки, в том случае, если на среднем и верхнем ярусе подобного рода хлорозов не наблюдается. Это значит все в порядке, потому что если у нас недостаток железа, недостаток магния, недостаток азота, то все это проявляется в первую очередь на быстро растущей верхушке. А на нижних листочках беспокоиться об этом не нужно. Растение само регулирует, куда запускать питательные вещества и какие листочки ему уже не нужны. С такими листьями вы в процессе выращивания томата столкнетесь еще неоднократно. Что касается вот этой вот верхушки в этом же наборе, в этом же сете фотографий, то здесь могу сказать так, что верхушка выглядит прекрасно, является весьма быстро растущей. То, что она мягкая, то, что она возможно не очень сильно упругая, связано с ее быстрым ростом. Мне кажется, что здесь просто созданы какие-то перекормочные такие условия азотом. И я, между прочим, согласен с комментатором, который уже прокомментировал это фото. И, в общем-то, здесь все идет хорошо. Есть даже признаки небольшого жирования. Поэтому беспокоиться о такой рассаде, в общем-то, не стоит. Стоит лишь при появлении первой кисти предпринять меры для остановки. При остановке такого активного вегетативного роста и перехода в генеративную фазу. Ну, то есть, мероприятие против жирования. Следующий набор. Выращивая огурцы на лоджии, был паутинный клещ, избавилась фитовермом. Но хлороз не прошел. В чем дело? В чем может быть причина? Вирусы от клеща? Или малый объем горшка? Или что-то еще? Давайте посмотрим на набор этих фотографий. Мы видим крупные, красивые листья огурца. Однако же, с признаками повреждений. Вот на втором фото я точно вижу, что здесь не хватает элементов питания. Вот эти краевые ожоги и для томата, и для огурца являются признаками недостатка калия. Что касается вот этих вот морщинок между жилками, это говорит лишь о том, что огурчик перекормлен азотом. Межилковая ткань росла очень быстро. И, как правило, избыток азота нарушает поступление калия в растение. Как следствие, краевой ожог, нехватка калия и вот такое вот тоже жирование огурца. Нет, это не вирус, все хорошо. Ну, корневая система, видите, в общем-то в порядке. Все здесь нормально, никакие гнили не наблюдается. Что касается того, пропадут или не пропадут от паутиного клеща симптомы, вот эти мраморность, она, конечно, не исчезнет. Те повреждения, которые листу были нанесены, включая краевой ожог от недостатка калия, он необратимый. То есть, на этих листьях симптомы останутся до конца их жизни, этих листьев. Ну, а уже молодые листья будут здоровыми. Следующий набор фотографий. Здравствуйте, на рассаде томатов регулярно появляются пятна, начиная с нижних листьев. Эта болезнь постепенно размножается и на другую рассаду. Обрабатывал фитоспорином, особого эффекта не дало. Давайте продиагностируем, что же здесь случилось. Ну, вот листочек, видно какие-то краевые подсыхания, небольшой хлороз вдоль жилок. Вот подобного рода пятнышки, желтенькие видны. И здесь они видны. И на следующей фотографии они видны очень хорошо. Конечно, эти пятна могут быть достаточно опасны, потому что они довольно сильно похожи на проявление бактериоза. Но в то же время подобного рода пятна могут быть при нехватке магния и переливах. Вот давайте поступим таким образом. Сделаем комплексную обработку. Обязательно обработаем фитоспорином и обязательно сделаем корневую подкормку магнием. Столовая ложка сульфата магния на ведро воды. И пролить по хорошо просохшему корневому кому. Потому что здесь, скорее всего, ну, я даже более чем уверен, то есть, скорее на молодых растениях нехватка магния. Но подобного рода пятнышки также бывают и в случае бактериозов. Поэтому лучше нанести, так сказать, двойной удар по этой проблеме. Следующий вопрос. Добрый день, Иван. Подскажите, пожалуйста, что такое? Высадила 4 дня назад здоровую рассаду в теплицу, плюс накрывала лутросилом на ночь от холода. Землю предварительно пролила фитоспорин, плюс споробактерин. Все, что я могу вам сказать по этому поводу, это адаптация. Вот смотрите, листики поникли, пожелтели, подкрутились края. Вот виден такой солнечный ожог белый, очень сильный. Видно, что нижние растения желтеют. Растения активно перекачивают питательные вещества из нижних листьев в верхушку. Корневая недостаточность. На фотографии видно подсыхание кончиков. Это тоже плохая адаптация. На обратной стороне листа черная жилка. Если мы видим, что симптоматика ограничена только черной жилкой, хотя такие подобного рода симптомы иногда можно встретить при антракнозе томата, но все-таки при антракнозе томата мы видим более такие системные, более серьезные проблемы, причем на стадии уже активного плодоношения. А здесь, скорее всего, комплекс проблем, связанный с адаптацией. Холодно, слишком солнечно, возможно, рассада не была должным образом закалена, приучена к таким более резким, жестким условиям, нежели чем в комнате, в квартире. Может, на балконе где-то, может, она притянена была. Видите сами, что худенький достаточно стебелек. Ей просто не хватает питания. Если сейчас сделать обработки, связанные с укреплением этой рассады, дать ей энергетики, ну хотя бы янтарную кислоту, то в этом случае и пролить надо, и опрыскать. В этом случае и дрожжи очень хорошо. Она наберется сил, у нее восстановится работоспособность корневой системы, и рассада пойдет в рост, и здесь будет хороший урожай. Следующий вопрос и следующий набор фото. Что за проблема с рассадой? Не хочет расти? Досвечиваются под фитосветильником. Смотрел, корни вроде бы нормальные, но малоразвитые. Во-первых, я сразу вижу по фиолетовым вот этим вот листикам, если цветопередача здесь правильная, что здесь острая-острая недостаточность фосфора, в том случае, если здесь нет понижения температуры. Но вообще, здесь такое впечатление, как будто бы есть какая-то очень серьезная проблема с самим грунтом. Грунт не дружественен этим растениям. Вам обязательно нужно провести подкормку монофосфатом калия после того, как верхушка восстановится, потому что сейчас она очень угнетена, и им необходимо такое сильное-сильное кормление, сильная подкормка с азотом, фосфором и калием одновременно. Ну то есть комплексное. Далее с преобладанием азота. Ну а сейчас, конечно, они выглядят как будто у них острое фосфорное голодание. Монофосфат калия здесь самое-самое уместное решение проблемы. Что это? На некоторых томатах в теплице ожог от обогревателя или болезни, хватка элементов или от холодных ночей, были и заморозки. Вот такая вот симптоматика. Давайте посмотрим на кончики листочков. Здесь мы видим явные ожоги. Они могут быть или солнечными, или, как автор правильно заметил, термическими. Возможно, что здесь был ожог от обогревателя. Обогреватель одновременно подсушивал воздух. И не исключено, что здесь какое-то сочетанное действие. Вот из теплого воздуха ожога, сухого воздуха и солнечного ожога. Но вот эти белые белесые пятна, как всегда, свидетельствуют о неблагоприятном световом и температурном режиме в сторону увеличения температуры. Что касается общего состояния рассады, могу сказать так, что она недокормлена. Ей не хватает и азота, ей не хватает и фосфора. Несмотря на то, что были холода, наличие вот этой фиолетовой жилки и фиолетовых жилок от центральной жилки и главной вот этой жилки листа свидетельствует о том, что растениям действительно не хватает фосфора. Желтые листья на фоне желтых листьев, фиолетовые жилки – это не только холодовой стресс, потому что при холодовом стрессе немножко иначе все это выглядит. А вот именно с нижних листьев начинается фосфорное голодание. При холодовом стрессе фиолетовая бы стала прежде всего верхушечкой, ну и средний ярус листьев. Давайте следующее посмотрим. Что с томатами? За 7 лет впервые такое. Макушки съежились еще в рассаде. Решила все же высадить и наблюдать. Листья отрастают, но корявые, прям коронавирусные. Каких же ждать плодов? Здесь вот это искривление, искажение верхушки может быть связано либо с активным ростом, то есть такое впечатление, как будто перекормик идет азотом. Но, конечно, раз это давно все происходит, то это не вирусная инфекция. Вирусная инфекция – это когда листья вот так вот скукожились и нормальные не отрастают. А мы видим, что предпоследние, последние листья в конечном счете развиваются нормально. Возможно, здесь был переизбыток азотных удобрений. Растение реализует эти азотные удобрения для своего роста и оно восстановится. Во всяком случае, пока что, пока что какого-то сильного страха я здесь не вижу. Надо наблюдать. Нету ни коричневых пятен, ни межилковых подсыханий, ни чего-то еще. То есть, если бы это случилось вчера, можно было бы предполагать вирус. Но поскольку это случилось в долгосрочной перспективе, я здесь вижу дисбаланс питания. Растение высажено в грунт и оно, так сказать, себе там дальше найдет те элементы питания, которые ему нужны, которых ему не хватило на стадии выращивания рассады. Такие же эффекты бывают при сильной увлеченности регуляторами роста, которые в большой дозе, химически синтезированные регуляторы роста, могут вызвать вот такого рода повреждения. Возможно, какая-то история там была с регуляторами роста. Вот следующий набор фотографий. Закручивается верхушка, не развивается куст томата. Вот этот симптом для меня уже гораздо более опасный. Вот такое впечатление, как будто бы здесь... Ну вот на одной из фотографий мы видим краевой ожог, который свидетельствует о недостатке калия. Но на самом деле, когда общая вот такая симптоматика угнетения, это не столько нехватка калия, сколько ненормальная работа корневой системы. Я могу здесь сказать только одно. Или же здесь был очень какой-то колоссальный переизбыток золы или каких-то известковых удобрений. Или же здесь в мульче вот я вижу сено и здесь какие-то остаточные дозы гербицидов. Потому что это даже не вирусы, это такое впечатление, как будто гербицидное повреждение, как будто бы почва заражена. Ну заражена, плохое слово. В ней избыточное количество гербицидов, которые вот так угнетающе действуют на томат. Здесь надо подумать об истории той мульчи и того, что вы вносили в почву. Что такое с листьями огурца? Ну, на листе огурца типичные признаки адаптации, с которыми сейчас очень многие сталкиваются. Это сочетание солнечного ожога с какими-то прочими стрессовыми факторами. Единственное, что меня здесь немножко волнует мраморность. Здесь чуть ниже зоны этой белесости, пергаментности такой. Ну, надо повернуть листья к другой стороне и проверить наличие паутиного клеща. Если он есть, вы вполне можете работать препаратом ПСК Лерос 80 мл на 10 л воды. И обрабатывать ваши огурчики в вечернее время. ПФК Лерос или препарат ПСК 25%. Они очень хорошо снимают клеща на этой стадии развития. Ну, а вот эти белесые листья, о них беспокоиться не нужно. Вы уже ничего с ними не сделаете. Это адаптация после пересадки. Что ж, мы разобрали несколько распространенных симптомов, надеюсь. Наш видеообзор проблем при выращивании рассады и после высаживания грунт поможет вам разобраться со своими растениями и вырастить хороший урожай. Заходите на портал процветок.ком, оставляйте свои сообщения, фотографии. Мы будем их просматривать и отвечать. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин